Ребят, всем доброе утро! Начало третьего дня. Сегодня была потенциально самая холодная ночка, и как мы поняли, 6-го температура была около 2 градусов тепла. В принципе, терпимо, нормально. В заморозке сильный ничего не уходило, плюс мы правильно выбрали место ночевки. Мы не ночуем в низине, не ночуем прям сильно близко к водоемам. Нашли такой хороший небольшой пустырек, так скажем. Относительно ровный, на котором плотная земля. Поэтому ночка прошла супер. Мы сегодня утеплились прям по максимуму. Я спал не только в пуховом спальнике, но еще и в пуховике из докатлона, который складывается в собственный карман. Кстати, очень годная вещица. Советую всем, кто ездит в походы, такой штукой затариться, потому что она всегда выручает. Иногда прям становится, если зябка, просто достал его, накинул, поехал, согрелся, потом снова убрал. В общем, это максимально универсальная штука, в которую вы можете ходить и в городе, и с собой в походы брать. В общем, с твоих денег точно стоит. Вот, сегодня у нас по планам возвращение назад в Можайск, через Паречье. И по километражу получится где-то 70-75. Форс-мажоров сегодня быть не должно, поэтому надеемся, что отомчимся быстро относительно. Сейчас завтракаем и начинаем сборы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А вот и время для первого привала. Мы проехали около 10 километров. Нам еще осталось 66 до конца нашего ПВД. Нашли тут небольшое местечко, такая, знаете, беседка на минималках. Тут лавочки две штуки и небольшой столик. Как-то все грязное. Ну, тут понятно, столько дождей шло. Град, грязь, все вместе с ветром. Поэтому тут, конечно, чисто и не могло быть. Вот. Так что сейчас переоденемся, потому что очень-очень жарко стало. Если утром мы проснулись, сначала тоже вроде было тепло. Потом мы начали собирать палатки. Стало дико холодно. Потом холодный просто, наверное, северный ветер. И сейчас вот мы начали ехать. И выглянуло солнце. Ветер дует нам попутно, что очень классно. И поэтому нам становится жарковато. Сейчас переоденемся и будем двигать дальше. Субтитры подогнал «Симон» Жизнь кипишит. Не только в велопоходах у нас, у людей, у больших живых существ. Но и у наших братьев, меньших трудоголиков, муравьев. Хотели мы тут сесть, отдохнуть немножечко. На вот такой беседочке. Ну, не беседочке, лавочке со столиком. А тут муравейник. Все, сделаем классическую фоточку на фоне дров. Субтитры подогнал «Симон» Ну что, мы снова приехали. Наши любимые приключения. На размытые грунты. Не успели мы, блин, очиститься от вчерашнего дня, уже начался сегодняшний. Ну да, правильно сделать, что-то спрашиваю. На них надо. Все равно заветимся. Субтитры подогнал «Симон» Все, идем выбираться из очередного болотца. Вроде как нашли дорогу. Ну, тут, конечно, швах. О, Ваху начинает ругаться, что мы сошлись в пути. А, он вообще поставил на паузу. Отлично. 4 километра – это не скорость, господа. 4 километра – это мы считаем за паузу. Попробовал. Ну, аккуратно можно перец и речь в говно. В говно? Аккуратно перец и в говно. Слушай, а почему речка такая красная? Что с ним? Вот что-то случилось. На, скинь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Господи, наконец-то! А-а-а, как мы давно ждем. Асфальт, бродненький. Бродненький асфальт. А-а-а. Асфальт не против ветра. Я за тобой Ты много воды лил, кстати? Ну я забиваю, сейчас покажу до какого уровня Вот видишь, где начинается вот это вылить Примерно для меня И перемешивай сразу, а то иначе у тебя там не остается Она вообще-то вкусная, она когда остается не гидрированная Гидрированная, короче, вот эта вот смесь Но лучше как-то все перемешивать Ну там там и фишка, то что ты типа до шипения доводишь, щелкаешь, а потом уже регулируешь газ Ветера ты говоришь Поехали! 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 так интересно овощи выдержит велосипед то у меня обломается не хребли Мы практически прибыли уже к себе на дачу. Финальную точку нашего похода. И тут у нас назрел небольшой челлендж, так сказать. Хоть мы и не спортсмены, мы тут решили проехать две разные дороги, два разных пути до одной точки. Но одна будет сложная с гравийкой, с размытыми грунтами и пересечением через речку. А другая будет подлиннее, но при этом будем делать крюк по трассе. Так как у Игоря более ртбшные покрышки, он захотел немножечко больших приключений. Он поедет по короткой дороге, но которая более сложная. А я, так как у меня комплектация более дорожная, покрышки поуже, накат получше, я попробую поехать по длинной дороге по асфальту. И мы хотим просто сравнить, сколько у каждого из нас выйдет времени. Как мы приедем одновременно, кто-то позже, кто-то раньше. В общем, будет, я думаю, интересно. Это, в принципе, первая практика в истории нашего канала. Игорь, что думаешь? Ну, все, поехали. Погнали, да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, господа, торжественная ничья получилась. Ничья. Я приехал за 46.25. Игорь приехал бы точно так же, если бы не останавливался на туалет. Ну, то есть, плюс-минус там полторы минуты он потерял, так что очень круто. Расскажи свои эмоции от этого участка вообще. Ну, слушай, на самом деле, мне что-то казалось, что я приеду раньше, потому что я сижу, только монитору время, думаю, ну, мы же вот эти 10 километров до Горетово проезжаем за полчаса, а тебе еще туда вперед ехать. Я такой подъезжаю до Потапова, думаю, 20 минут, ну, в принципе, нормально, то есть я, наверное, должен был тебя обогнать, потому что, типа, ну, 40 минут, я думал, ты будешь ехать дольше. Ну, да. Я сам, честно, думал, что я буду ехать дольше, потому что, ну, там здоровый крюк прям. А у меня получилось, что был попутный ветер до как раз-таки ключевого поворота на нашу дачу, и потом только развернулся. У меня средняя скорость была от 20 до 25 километров в час с попутным ветром, а когда я развернулся, упало от 15 до 20, в зависимости от участка. А я, собственно, сразу после поворота уже поймал ветер в лицо, поэтому я сразу ехал медленно. Ну, вот, да. Вот такие какие-то наши эмоции. Надеемся, вам понравился такой вот мини-челлендж, мини-соревнование. Возможно, мы будем потом еще что-то подобное делать. Спасибо большое за то, что посмотрели это видео, за то, что посмотрели предыдущие видео из этого похода. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наши социальные сети. Не забывайте пользоваться промокодом турбайк тайм, который дает вам скидку 3% в магазинах Дабл Спорт. Ну и до скорой встречи!